Унылая пора, а чьи очарования, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю опышные природы и увядания, в багрец и золото одетые леса. Так когда-то сказала Бусиня Александр Сергеевич Пушкин. Именно это время года царствует сегодня на улице. Золотой порой приходят и ее дары. Яблоки, ягоды, овощи, тыквы. Именно с этой целью показать дары, пообщаться, поделиться рецептами и просто отдохнуть. В комплексном центре обслуживания населения собрались ветераны, пожилые люди со всего Артемовского городского округа. Сегодня мы собрались на наш традиционный праздник, будем так говорить. Праздник хороший. Каждый год все люди подводят итоги, обычно осенью и в конце года. Но мы, естественно, осенью. Почему? Ну, во-первых, основные направления нашей работы подходят к концу. Во-вторых, чтобы посмотреть, кто чем живет. Объединяться опытом во всем тем, что вы достигли у себя в садах, в огородах. И вот сегодня, ну, как говорят, перенять опыт друг у друга, посмотреть, поделиться опытом. Вот для этого мы сегодня и собрались. Не будет сегодня победителей, не будет сегодня побежденных. Сегодня все участники, все одинаковые. Посмотрим, как получится у нас сегодняшний сбор. Я думаю, что получится очень хорошо. Вы все неравнодушные, вы все очень активные. Все работаете с полной отдачей. Это очень и очень хорошо. Этот праздник уже давно стал традиционным. И с каждым годом число участников увеличивается. И это только радует. Но не только пожилые люди собрались в этом уютном зале. Еще один гость посетил праздник. Учреждение комплексного центра социального обслуживания населения. Это как раз то учреждение, которое непосредственно работает с ветеранским движением. И вы, как активисты ветеранского движения, сегодня здесь собрались. И ваше мероприятие, вот это осенний праздник, праздник осени, праздник золотых, наверное, вот этих дней, которые были посвящены работе в огородах, в садах. И сегодня вы создали сами для себя праздник. Праздник дружбы, праздник радости. Вот эта атмосфера, которая здесь царит, вот настолько она приятная и теплая. Поэтому это все создано благодаря вам. Спасибо вам огромное. На это мероприятие приехали и пришли различные ветеранские организации. Из Соснового Бора, Покровского, Большого Трифонова, Булнаша, Писанца, Шогринского, а также из города Артемовского. Поэтому на накрытых и украшенных осенних столах было все. Они просто ломились от разнообразных блюд. Помидорчик, баклажанчик и лучок. Мы обжарим в маслице чуток. Чесночок положим в сяду, майонез. Вот и все готовочки, конечно. Изготовили прекрасный бутылброд, а сейчас его отправим прямо в рот. Какие пельмени любят пельмени? Пельмени любимое блюдо у нас. И мы приготовили нынче без пельмени. Какие пельмени? Вот расскажем сейчас. Капуста секли в деревянном корыте. Пропустили свининки. Добавили соль. Лучку, чесночку нарезаем намытого. Добавили перца. Вот с фаршем все. Пельмешки сварили. Сметаной заправили. Укропчиком можно посыпать еще. Петрушку украсили. Пельмени в рот отправили. Просто вкуснятина. Здравствуй, осень. Здравствуй, осень. Хорошо, что ты пришла. У тебя мы осень спросим. Что в подарок принесла? Чтобы здоровым, сильным быть, надо овощи любить. Все без исключения. В этом нет сомнения. Яблоки, как мед. На варенье. На компот. Красоту нам и здоровье дарят помидоры. Лучше всех румян заморозки. Сок от нашей свеклы. Очень будете довольны. Съесть огурчик малосольный. И таблеточки заменить. Нам галушка, чеснока. И грызи морковку. Будешь ты тогда, дружок, крепким, сильным, ловким. Осень, славная пора. Любит осень детвора. Сливы, груши, виноград. Все поспело для ребят. В гости пришла и сама осень. В красивом ярком костюме. Подарила подарки. Кому ведра, нитки, салфетки. А другим – бордосскую смесь, фартуки и средства для поливки растений. А созревшая тыква рассказала про себя задорное стихотворение. В огороде тыква зрела. Да на солнышко глядела. Стала тыква гладкая. Стала тыква сладкая. Тыква, что за чудо. Обхватить два раза нужно. Тыква витаминами богата. А как разрежешь, сразу видишь, там и семечки есть. Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди и слякоть, пасмурная погода. Не верьте, друзья. Она по-своему прекрасна и привлекательна. Она несет в души щедрость, сердцу дарит тепло от человеческого общения и вносит в нашу жизнь неповторимую красоту. Спасибо осени за ее дары, за богатый урожай, за то, что пришла к нам в регион и заглянула на это мероприятие, как и певица Лола. Вечная любовь верны мы были ей, но время зло для памяти моей. Вечная любовь верны мы были ей, чем больше дней, тем больше дней, тем больше дней, лучше рано в ней. Степы слова моряки в искученных сердцах, слились в одно, при нам и без конца. Субтитры создавал DimaTorzok Но не только эта красивая песня украсила праздник. Были и застольные песни, и частушки, и даже танцы. И пусть осень погода нас не балует, родная земля всегда прекрасна и очаровательна. И правильно гласить народная мудрость – осень печальна, а жить весело. Поэтому в этот день пусть льется веселый смех и звучит прекрасная музыка. Мы поздравляем с замечательным деньгом, сколько раз в году бывает этот праздник дорогой. Пусть у всех вас будет в жизни хорошо, а на праздник этот мы придем еще. Пусть у всех вас будет в жизни хорошо, а на праздник этот мы придем еще. Пусть у всех вас будет в жизни хорошо, а на праздник этот мы придем еще. И надо напомнить, что оно проходит в рамках месячника День пожилого человека. Этот праздник отмечается 1 октября, после того, как все грядки убраны, заготовки сделаны. И теперь много времени, чтобы отдохнуть и пообщаться с родными, близкими, друзьями и теми, кто организовал этот замечательный праздник. Сегодняшнее мероприятие, проводимое в комплексном центре социального обслуживания населения, проводится для ветеранов Артемовского городского округа. Для того, чтобы, как говорится, подвести итоги работы, показать жизнь ветеранов, чтобы ветераны пообщались между собой, поделились опытом, поделились жизненными радостями. А самое главное, сегодня проводим так называемые осенние фантазии. Это праздник осени. Традиционно проводится каждый год районным советом ветеранов. На этот праздник первичные ветеранские организации, активисты ветеранского движения, привозят свои, ну, будем говорить, продукты, которые они выращивают у себя на дачах, в огородах. Традиционно привозят, чтобы показать изделия из продуктов. Это разные виды степни, разные блюда, которые не встретишь ни в одной, ни в одном магазине и практически нигде. Только можно видеть у любителей в семьях. Это очень хороший праздник, нужный праздник. И вот сегодня показал, этот праздник еще раз показал, что ветераны не только могут работать, не только заниматься различными, будем говорить, служебными делами, но и отдыхать. И закончить хочется небольшим стихотворением. Я кладовку свою прославляю, которую с осени всем заставляю, что плютой зимой не голодать. Открой огурцы и уже благодать. Когда же у вас на нуле настроение, тогда открывайте любое варенье. Попробуйте как-нибудь этой зимой в ибанку открыть с кабачковой икрой. Поистине будет она в этот раз заморское царское блюдо для вас. А если открыть помидоров соленых, то вам не нужны никакие бульоны. Картошечку сварите на завтрак с утра, и к ней все соленья пойдут на ура.